Что касается Черногорска, значит компания одна, как я уже сказал, банкрот, вторая компания тоже в предбанкротном состоянии, но ситуация такая продолжается уже более 15 лет в городе. Как правило, в пятницу после обеда кто-то из котелушек руководителей звонит и говорит, спасайте, угля нет. Что такое Черногорск? Вложение тут необходимо порядка 2 миллиардов рублей для того, чтобы этот проект довести до конца в течение двух лет. Выручка в самом Черногорске, ну там 400 миллионов рублей. Мы закрываем котельные, но все понимаете, что вложения очень большие для того, чтобы закрыть котельные, это реконструкция сетей. И на сегодняшний день состояние муниципалитета, конечно, не позволяет вкладывать деньги в сети. Последний ряд лет бюджетная система не может нести на себе большой объем нагрузки на развитие инфраструктуры. Для этого, собственно говоря, есть частный бизнес, который призван решать эти вопросы. Там, где ТЭЦ есть, там проблем существенно меньше, потому что денежки, выручаемые за производство электроэнергии, они так или иначе там закрывают дыры. Для того, чтобы для потребителя это не было, как вот несколько раз Алексей употребил слово, шоком, да, то есть это не носило какое-то однократное, там, большое, там, или там, неоднократное, но значимое увеличение тарифа, нам необходимо рассчитывать окупаемость, ну, лет на 10 вперед. В общем, окончательное решение пока не принято, но судя по тому, что черногорские чиновники открыто вступили в диалог с сибирской генерирующей компанией, можно предположить, что город угольщиков заинтересован в сотрудничестве. Денег-то на обветшавшие сети у черногорцев нет и взять их неоткуда, поэтому единственное, что им остается, уповать на абаканских тепловиков.